Несчастный случай. В Барнауле под завалами снега погиб дворник детского сада. До 23 часов алтайские парламентарии предлагают продлить время продажи алкоголя в розничной сети. Тротуарная плитка не продержалась и полугода. В Рубцовске с приходом весны начала раструшаться набережная. В эфире наши новости. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Несчастный случай произошел на территории Барнаульского детского сада номер 265. Накануне там погиб дворник. 67-летний мужчина решил убрать налить между зданием и подвальным помещением. На этих кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что место для уборки очень узкое. В какой-то момент с крыши подсобки сошел снег. Он просто зажал мужчину между строениями. Дворника обнаружил охранник детского сада при обходе территории. Можно ли было спасти мужчину? Сейчас предстоит выяснить сотрудникам Краевого следственного комитета. Ну а мы продолжим. Увеличить время продажи алкоголя в розничных магазинах предлагают алтайские депутаты. Таким способом парламентарии разрабатывают новый метод борьбы с псевдобарами. Напомню, сейчас региональные органы власти не вправе устанавливать ограничения для продажи алкоголя в общепитах. К ним относятся и псевдобары. Поэтому депутаты решили переключиться на магазины розничной торговли алкоголем. Их они вправе контролировать и вводить дополнительные условия работы. Предложения высказываются такого плана, что давайте мы дадим возможность легальной торговли продавать до 23 часов нормальным магазинам, продавать алкоголь, чтобы какую-то конкуренцию составить псевдобаром. И это очень здраво, я считаю. Логика законотворцев следующая. Если не удается отучить горожан от употребления алкоголя, то попробовать приучить их покупать качественный продукт в магазине, а не жидкость сомнительного качества в псевдобарах. Этот законопроект рассмотрят на одной из ближайших сессий. Вместе с этим депутаты направили в Госдуму предложение по возвращению региона право регулировать общепиты с функцией продажи розничного алкоголя. Ну и еще об одной инициативе местных парламентариев. В ближайшее время на территории Алтайского края могут запретить продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетних. Соответствующий законопроект обсуждали накануне. Подробности у Ильи Кочеткова. Еще 10-15 лет назад электронные сигареты, вейпы, называли спасением от сигарет традиционных. Якобы вдыхая пар, достаточно безвредный, человек мог избавиться от губительной тяги к обычному табаку. Сегодня специалисты говорят, появляется все больше данных о том, что дымить вейпами не менее, а то и более опасно, чем простыми сигаретами. Мало того, что никотин тот же, и он оказывает такое же вредное воздействие, но присутствуют и другие токсические соединения, формальдегид. В большем количестве, чем есть акролин, тоже. Тяжелые металлы, такие как никель, присутствуют. Кроме того, по словам Лазарева, попадая в легкие именно с паром, эти вещества и частицы проникают гораздо глубже. А использование ароматизаторов делает электронные носители дыма популярными у подростков. По данным Краевого министерства здравоохранения, при том, что потребление табака в последние годы заметно снизилось, вейпы, наоборот, становятся все популярнее. Часто можно увидеть людей с электронными устройствами, которые пускают клубы пара в общественных местах, и в транспорте, в подъездах домов. Но вместе с тем на сегодняшний день, по сути дела, предъявить мы им ничего не можем. Законодатели говорят, полностью приравнять электронные сигареты к обычным – это дело далекого будущего и, возможно, только с принятием федерального закона. Ближайшая мера, на которой настаивают наши депутаты – запретить продавать вейпы несовершеннолетним. На депутатских чтениях законопроект одобрили. На очереди рассмотрение во втором чтении, которое состоится уже в апреле. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. А вот в Рубцовске уже в марте с приходом весны начала разрушаться набережная. Это при том, что в прошлом году ее отремонтировали. Тогда набережная попала в программу формирования комфортной городской среды. За благоустройство этой территории проголосовало большинство жителей Рубцовска. Пешеходные дорожки были выложены тротуарной плиткой, которая не продержалась и полугода. Начала рассыпаться. На бетонных ограждениях треснула штукатурка. Известно, что работы по благоустройству набережная Рубцовска выполняла подрядная организация из Барнаула. Она дала гарантийный срок 4 года и обязана устранить все недочеты. Скоро специально созданная комиссия проверит рубцовские объекты, которые были благоустроены в прошлом году. В том числе эксперты посетят и набережную. Вероятнее всего, при реставрации территории были использованы некачественные строительные материалы. Наша съемочная группа планирует посмотреть, изменилась ли Барнаульская набережная после зимы. А накануне вместе с участниками юбилейного сезона проекта «Большая сцена» журнала «Автограф» корреспонденты попали за кулисы драматического театра, чтобы узнать, что там происходит. Ведь театр – огромный мир, но зрители обычно видят лишь его малую часть. То, что происходит на сцене. Остальное – тайна. Что скрыто за кулисами в подземелье? Какие лифты поднимают актеров и декорации на сцену? Кто отвечает за костюмы? Эти и другие секреты стали доступны участникам проекта журнала «Автограф» «Большая сцена». Удивительно, что тут целый мир существует по ту сторону сцены, что здесь есть целый этаж актеров, что здесь огромные гардеробные, наверное, о которых могла мечтать бы каждая девушка. Для артистов «Большой сцены» эта экскурсия стала очередным поводом для вдохновения и получения эмоций, что так необходимо начинающему актеру. Я чувствую себя иногда просто ребенком, которому дали возможность поиграть. Для меня это прежде всего трансформация. Моя личная трансформация. Вау, круто! Я научилась делать немножко вещи по-другому. Это здорово, круто. Театр жив, как оказалось. И там столько всего интересного и очень крутого, что, в общем-то, не видно снаружи, когда ты просто зритель. Гостей за кулиси поразило, как много разных людей задействовано в подстановках. Очень грамотно продумано то, что нас привели именно за кулиси самой театральной жизни. За этим стоит большая команда самих, наверное, хозяйственников, не только актеров. Это те люди, которые находятся за кулисами, которых никогда не видно, но благодаря им весь этот механизм начинает очень активно работать. До премьеры спектакля, в котором участвуют сами актеры проекта «Большая сцена», осталось чуть меньше месяца. Он состоится 18 апреля во Дворце культуры Барнаула. Билеты еще есть в продаже. Часть средств от их реализации направят на благотворительность. Александр Захаров, Александр Антропов. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Замените свой обычный чай на чай «Эвалар Био» из целебных трав Алтая. В чаях «Эвалар Био» – вся природная сила Алтая для вашего здоровья. Спрашивайте в аптеках. На большей территории края тепло. В Бийске до 8 выше 0, в Рубцовске до 10, в Белокурихе до 13. В Барнауле пасмурно и днем до 7 выше 0. Напоминаю, телефон редакции 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.